Приветствую вас! Вам бы для начала изучить треугольник Карпмана и, собственно говоря, увидеть, что в этой ситуации, которую вы описываете, вы жертва. Ваша мама — это тиран, а муж, точнее, оба мужа, и первый и второй — это, по сути, спасители. И у вас в тексте есть несколько таких моментов, когда вы пишете, что так получилось. Но понимаете, какая штука? Это не просто так получилось. Это ваш выбор был каждый раз. Это ваши действия каждый раз. Понимаете? Каждый раз ваши действия. Например, зачем вы вышли замуж в первый раз? 19 лет. Куда была такая спячка? Для чего вы, выходя замуж, оставались жить в той квартире, когда еще ничего не было в нее вложено? Это все ваш выбор. И учиться вам нужно в первую очередь нести ответственность за свои решения и за свой выбор, за свои действия. Это первое. Второе. Ваша мама, ну, вот, судя по тому, что вы описываете, именно потому, что вы описываете. Если судить только потому, что вы описываете. Ваша мама – это истероид. Истероид, который очень сильно боится близости. Ее скандалы – это, по сути, страх близости, потому что, видите, она вначале уходит из семьи вашего отца, кто-то идет, значит, ее возвращает, она опять устраивает скандалы. Это, с одной стороны, это страх близости близости, с другой стороны, это, значит, проблем с твоей вниманием. Чувство вины здесь возникает по причине того, что вы считаете себя плохой, вы считаете себя должной к своей маме, хотя на самом деле вы ей ничего, конечно же, не должны. На мой взгляд, это очевидно более чем, более чем очевидно. Вот. Значит, ну, что касается советов, то, в первую очередь, это вот взятие личной ответственности и принятие личной ответственности за свои действия. Вот, это первое и, наверное, самое вообще главное и важное – принятие личной ответственности. Вот. Второе – это работа с чувством вины, освобождение от нее, значит, нахождение тех чувств, которые идут за виной, то есть именно за, именно за виной, что-то очень важно понять. Есть чувства, которые идут за виной. Ой, не, простите, перех, 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 чёртво, чёртво. Вот. А вам нужно это увидеть, прочувствовать и реализовывать. Ну, не лишним будет, наверное, поисследовать, что стоит действительно в основе страха. Вот. Ну, вы чувствуете себя виноваты. Что будет, если вы не обреагируете, значит, с чувству этой вины? То есть, что будет, если вы не будете, например, делать так, как вот мама, допустим, хочется? То есть, что произойдет, если вы не будете ей, не будете ей подчиняться? Что произойдет, если вы не будете поддаваться на ее манипуляции? Вот. Вот, как бы, у вас бытует такое иррациональное представление о том, что если вы будете делать все, как хочет мама, да, то она не будет скандаловаться. Возможно, вы просто боитесь скандалов, потому что это характеризует вас, как, ну, как действительно плохого человека. Да? Ну, вы считаете себя плохим человеком. Вот. Потому что у вас вообще есть такое понимание и такое представление, что можно быть плохим человеком, в принципе. Хотя, на самом деле, конечно, нельзя. Плохих людей, в принципе, не существует. Ну, вот. Это тоже очень важно понять. Очень важно понять этот момент. То есть, вот от всех вот этих вот нереалистичных мыслей вам необходимо освобождаться. Переначивать их в более реалистичные, условно говоря. Ну, конечно, конечно, это требует определенного времени и, конечно, это требует требовать индивидуальной работы. Вот. С мамой свои паттерны поведения нужно также исследовать, вот, и поменять. А вам, если, если так вот глобально говорить, да, то вам, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вполне себе естественная потребность, а в чём-то? Потребность в любви, потребность в признании, потребность в чем-то ещё, да? Вот, и так далее. И эту потребность, её нужно также выделить и удовлетворить, соответственно. Понимаете? То есть, вполне возможно, что себя-то вы как раз не любите, себя-то вы как раз не, значит, принимаете, а от мамы, от мамы, ждёте, что она будет вам, ну, что она наконец-то вам даст понимание, что вы человек хороший, от неё вы ждёте какое-то обобрение, сравниваете себя с братом. Вот. Вы заметьте, что, значит, у вашей мамы нет мужчин. Ну, то есть, как бы, папа есть, но папа, она вообще, я так понимаю, неважно не ставит, не уважает, не ценит и, в общем-то, она, я думаю, так что изменяла ему неоднократно. Вот. А, по сути, сделал брат, вот, её брат, вот этот ваш брат, ваш брат, заменил ей мужчину. Вот. Вот она в брате вашем видит мужчину, который генует. Вот. И ведёт себя с ним как с мужчиной. Вот. То есть, она вот так вот ему всё прощает тогда. Именно то, как она себя ведёт с ним, она настоящая. Такая вот. Всепрощающая, всепрогибающая, там, может быть, даже бесхребетная в какой-то степени, да, с ним, с вашим братом, я имею в виду. Ну, вот. А, и, как бы, это показатель. Вам необходимо перестать сравнивать себя с братом, вот. А к маме относиться как к человеку. То есть, вы, вот, поскольку, я так понимаю, жили всю свою жизнь с ней, да, вот, в таком вот, в такой привязанности, в таком, значит, в такой реальности, созависимости. Вот. Вы на неё привыклись посмотреть исключительно только как дочка на мать. А вот, как человек, на человека он и не смотрится. Вот. И это огромная, в общем, проблема, которую тоже нужно решать в ходе индивидуальной работы. Вот. Самооценка у вас, как бы, глобальная, да, она тоже занищена, потому что оно вы считаете себя плохое, негативное, вы считаете себя, там, какое-то недостойное и прочее, прочее, прочее. Вот. Почему бы там, ну, там, условно говоря, вы не соответствуете какому-то, какому-то идеалу, вот, вашей, ну, вашей мамы, да, и так далее. То есть, это вот, опять же, именно от идеала, как если либо, да, то есть, от каких-то эталонов, вам нужно отходить, потому что, ну, ничего хорошего, опять же, ничего хорошего в этом нет и быть не может, в принципе. Вот. Вот, в принципе, так можно вам ответить на ваш вопрос. Может, в принципе добавить больше, наверное, нечего, кроме того, что вы просите совет от нас, вот, а психолога советов не дают. То есть, для того, чтобы поставить маму на место, чтобы научить ее не лезть в вашу жизнь, вашу семью, да, наверное, нужно, ну, во-первых, иметь для этого ресурс. Какой-то. А ресурс у вас нет. Да, потому что ресурс тратится, тратится на, ну, на другие вещи, вот, которые совсем к вам, собственно, отношения нет, никакого не имеют, вот. Так здесь нужно вот экономить свои силы, да, экономить, эмммм, свои ресурсы и, эмммм, обречь уже. Экономить надо, опять, эммм, своим силам и к тому, на что вы их, собственно говоря, тратите, а то вы тратите свои, все сил, свои силы, там сами появятся ресурсы на что-то другое. А в целом, вы очень много говорите про других людей, про своих мужей, про маму, про отца. Ну, ни слова не говорите про себя. Ни слова не говорите про себя. Вот. А это очень, очень важно, это очень важно, чтобы вы говорили именно про себя, про свои чувства, да, про свои эмоции, вот, свои желания, потребности. Вот. Ну, с этого и нужно начать. С этого и нужно начать. А дальше уже, можно будет работать. Вот так. На этом все. Эммм. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. В личку буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! И удачи!